К нашему эфиру присоединяется украинский государственный деятель, дипломат Павел Климкин. Павел, привет. Павел, здравствуйте. Доброе утро. Хотелось бы, чтобы у всех оно было доброе. Всех приветствую. Приветствуем. Как, вот достаточно радикальные слова от нашего министра прозвучали. Вообще, насколько, как вы оцениваете, Европа готова принимать нас сейчас и в какие сроки? Я уверен, что кандидатский статус будет. Но кандидат – это ж кандидат. А нам же ехать, а не шашечки. Кандидатский статус – это просто билет. То есть, едем, и в конце концов Европа говорит «да». Помните, Маугли, мы с тобой одной крови. Вот звучит во время войны немножко жестко, но это на самом деле то, что нам нужно. Чтобы Европейский Союз понял, что у нас одни ценности, одна решимость. И в конце концов мы ведь и за себя, и за Европу сейчас. Поэтому кандидатский статус – это начало. Нам, кроме этого, нужно еще определиться, когда начнутся переговоры по вступлению. Какие будут условия для этого. То есть, все по полной программе. Ну и во время войны ведь нельзя как-то с бюрократией играться. Конечно, мы должны выполнить то, что в домашнем задании. Конечно, мы должны адаптироваться к Европейскому Союзу. Конечно, это работа. И когда вы идете в школу, там, 12 классов, нельзя же это все за один год сделать. Можно на два года раньше, можно на четыре. Но самое главное, чтобы не было каких-то крючков, проволочек и так далее. Поэтому с Димой я согласен абсолютно. Это все на 100% правильно. А что Украина, по сути, будет делать в случае, если, не дай бог, конечно, но так чисто гипотетически, Европа будет затягивать с этим процессом. И даже с предоставлением статуса государства-кандидата. А это значит, Европа себе хуже сделает. Там есть действительно люди, которые помнят 2014 год. Помните Майдан. Тогда же ведь Янукович не подписал соглашение об ассоциации. И Путин решил, что вот не могу я отпустить Украину из своей сферы влияния. Хочу иметь Украину как вассала и протекторат. Но на самом деле украинцы сказали, иди очень далеко. И как говорят и сейчас. И в конце концов, посмотрите, какое отношение сейчас к Украине. 66% поддерживают наше членство в Европейском Союзе. Они понимают, что на самом деле иметь Украину в середине, иметь Украину в конце концов как пример, это ведь про то, что в середине Европейского Союза будут люди, которые готовы бороться за себя и за других. И тут я абсолютно не преувеличиваю. Я просто тоже очень много общаюсь со своими друзьями, да, и со многими в Европейском Союзе. И они очень четко понимают, без Украины на самом деле это уже невозможно представить Европу как таковую. Ну не бывает Европы без Украины. Ну да, Павел Анатольевич, ну не просто так возник вопрос. Я скорее вот с отсылкой на слова Макрона, который заявил о том, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять долгие годы. Это просто сейчас, это звучит как некий намек. Ну мол, не спешите, придется подождать. Мы пока тут будем решать, а вы давайте, отбивайтесь. Отбивайтесь пока от расистов. Нет, смотрите, ну вот это вот, как говорится, две разные истории. Конечно, нужно сделать то, что предусмотрено процессом вступления. Нельзя же в конце концов действительно, я как уже сказал, закончить школу там за две четверки. Ну не бывает так. Мы бы все хотели, мы все считаем себя умными, но сделать-то это нужно. Но одновременно не надо вот петлять, как любили раньше в Европейском Союзе, и в конце концов выбор сделан. Вот кандидатский статус для нас, это выбор сделан. Сейчас многие играются с идеями. Вот Макрон говорит, а давайте сделаем политическую какую-то новую историю. Но это не отменяет членство Украины в Евросоюзе. Ну хорошо, давайте попробуем на нее посмотреть. Да еще и Британию с Борисом Джонсоном туда возьмем. Что-то я не вижу энтузиазма, правда, в Лондоне по этому поводу. Но время для новых идей. Самое главное, чтобы мы этими новыми идеями не сбивали, самое главное, наш процесс в Европейском Союзе. Вот это мантра, вот это то, что касается жизни каждого украинца. И если у нас будет кандидатский статус, смотрите, да, мы не вступим сегодня на завтра или сегодня на послезавтра, но столько возможностей откроется, начиная от финансовых, там, разные фонды, программы, до, в конце концов, понимания, что для Европейского Союза Украина – это чувствовать себя почти как дома. Так же, как для украинцев в Европейском Союзе. Вот это главная история. Если кандидатский статус будет, то мы это почувствуем буквально через месяц. Очень важная помощь, да, Байден попросил у своих конгрессменов 33 миллиарда помощи военной Украине, а Палата представителей Конгресса проголосовала аж 40 миллиардов военной помощи Украине. В каком виде, когда мы это, насколько это весомо будет в продвижении к победе и победе над русскими войсками? Не, ну, уж не надо там Байдена с конгрессменами, как говорится, разводить. Байден тоже был за увеличение на эти 6 миллиардов, так что это совместная реальность. Да, мы, наоборот, от благодарности безграничной, а не с наездом в данном случае. Я думаю, Байден будет только за в этом случае, если Палата представителей предложила. И эти дополнительные деньги, они делятся на две равные части. Одна идет на военную помощь нам, одна идет на экономику. То есть, на самом деле, очень правильная история. И это, конечно, не конец, потому что американцы очень четко поняли, или мы побеждаем сейчас, побеждает Украина, и побеждаем мы вместе с Украиной. Или, на самом деле, потом открывается пространство, сценариев, где неизвестно что и неизвестно как. И где чувство, то, что ты находишься в состоянии опасности, и это для всей планеты, в частности, от российского режима, оно будет с тобой всегда. Поэтому с помощью будет все нормально. Главное, чтобы она приходила быстро, и чтобы она была такая, как именно нам нужна. Но 40 миллиардов, это, конечно, уже звучит. К сожалению, чуть-чуть позднее, чем бы нам хотелось, но, в конце концов, Запад и, в частности, Соединенные Штаты, уже окончательно проснулись и работают вместе с нами. Поэтому каждому конгрессмену пожмем руку, и пусть они встают, просыпаются, пьют кофе и думают, что им сделать для Украины. Павел, на 89-м году жизни умер первый президент независимой Украины, Леонид Макарович Кравчук. Вы его знали лично. Скажите, когда будут упоминать его в учебниках истории Украины? О чем будут писать? Будут писать о том, что он сделал первые шаги в независимой Украине. За это ему спасибо. Вы знаете, я его так жестко критиковал на многих эфирах. Ну, в конце концов, вместо Будапештского меморандума надо было брать членство в НАТО и соглашение об ассоциации. Зачем мы согласились на то, что дали там России? Соглашение про партнерство. Ну, так или иначе, трудно было для Леонида Макаровича, как человека, который отвечал за идеологию в коммунистической партии, быстро понять, куда надо идти. Но, тем не менее, первые шаги он сделал. За это ему огромное спасибо. И я считаю, что он был патриотом. В прошлом году мы с ним говорили, и он говорит, понимаешь, вот теперь я чувствую, что НАТО – это история, без которой Украина никогда не будет чувствовать себя в безопасности. Я говорю, Леонид Макарович, ну, замечательно, что, в конце концов, вот хотя бы в этом мы с вами на 100% друг друга поняли. А так, ему спасибо, потому что человек, который начал независимую Украину, конечно, останется в учебниках. И первый президент – да, это круто. Быть первым президентом непросто. Поэтому не будем его больше критиковать, а просто скажем, что с него началась история независимой Украины. Павел Климкин. Благодарим. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!